Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Вастотозава Рекс. Сегодня мы отправимся в кое-какое место. Сейчас я нахожусь на конюшне, точнее, так сказать, в конюшне. И, в общем-то, сегодня мы отправимся в одно место. Мне об этом месте рассказал Ярик. Он, так сказать, говорил про то, что рядом с конюшней, точнее, прямо на конюшне, есть огромная яма. Просто такая, вот знаете, огромная широченная яма. Огромная такая. Когда он туда первый раз упал, он, как бы, посмотрел на нее и увидел ее со стороны. Он, как бы, ее увидел со стороны. Она была нереально огромной. Ну, метров 10, может быть. 30. Ну, так как он еще пока во втором, либо третьем классе, я точно не помню, он особо считать не умеет, как бы, рассчитывать метры от сантиметров, или даже от миллиметров, можно так сказать. Так что сегодня мы отправимся туда. Ярик, я не знаю, где он сейчас. Ну, мы с ним пока гуляли. Он куда-то просто тупо ушел. Я вообще хер его знает. В общем-то, он говорил, что он где-то находится там. Сейчас я нахожусь здесь. Ну, погнали. Вот, ребята, вот это вот место. Вот он где-то здесь. Мы ездили здесь. Конечно, на самике пока что. Ну, я сюда доехал на самике. В общем-то, он говорил, что где-то вон там. Ближе камеру. Вот где-то там огромная яма. На самом деле он ребенок. Так что он мог увидеть маленькую яму, ну, метров пять, может, метров пять там. Ну, вот. И, скорее всего, подумал, что вот она такая огромная, но он же маленький. Он представляет себе все большим. Для него, допустим, мой самокат, он реально очень большой. Зато как для меня он нормальный. Давайте же пройдемте туда. Я даже не знаю, где оставить самокат, потому что, ну, короче, я не знаю, где его оставить. Нужно его где-нибудь положить, чтобы не было ничего такого. Давайте положим где-нибудь здесь, что ли, я не знаю. Короче, ладно, вот здесь его положим, чтобы никому не мешал он. Так, и он говорил, что где-то там. Так. Если честно, ребят, то есть сейчас уже наступает лето. Видите, здесь все, как бы, заросшее. Я вот в таких штанах пока что, и слава богу, что я такие надела, они обычные свои, повседневные. В общем-то, они вот такие вот. Ну, пофиг, я не буду делать рекламу какую-то гребаную. Трава очень выросла. Я надеюсь, что меня никакой клещ за жопу не схватит. Или какая-нибудь мухня. Потому что, видите, у меня вот здесь особенно ноги не защищены, особенно внизу. У меня любая херота может прилипнуть ко мне. Блядь, это пиздец. Извините, ребят, за выражение, но давайте побыстрее разберем. Все, мы вышли отсюда. Я надеюсь, Ярик не имел в виду вот это вот. Потому что здесь просто какая-то... Это грунт. Это обычный грунт. Блядь. Вот, серьезно. Если он имел в виду вот эту сраную маленькую херобору, то я немного разозлился на Ярика. Нигде. Так, давайте, ребят, чтобы нас никто не заметил, чтобы не палиться. Так. Блядь. Видите, какие здесь они огромные? Блин, паркерского периода, как-никак. Просто заросли здесь. Жесткие заросли. Так. Так, давайте пройдем где-нибудь. О, смотрите, ребята, что-то там вижу какой-то проем снизу. Так, ребят, давайте здесь, где-нибудь пройдем. Видите, ребят, здесь какие заросли здесь? Хер пройдешь, хер выйдешь. Опа, оба, оба, оба. Так, ребят, я что-то там вижу уже. О, боже. Что это такое? И да, ребят. Ярик был прав. Здесь огромная яма. Вы только посмотрите на это. Огромная размером. Огромная яма. Я не могу посчитать, сколько здесь метров, ребята. Я метры трудно как бы считаю. Даже не то, что считаю. Давайте скинем отсюда. Это здесь очень огромное расстояние. Я не знаю, ребята, вы берете эту инвестицию. Ну, скорее всего, скорее всего, здесь, да... Ай! Сука! Я уже успел ободрать себе ногу, а будто тут хератинь. Я шел-шел. И запнулся в ней, и кожей. Ножелся так хорошо, не прогоняю. В общем-то, я, наверное, сейчас не спущусь. Правда. Возможно, я сюда не спущусь. Давайте попробую сюда спуститься. Надеюсь, я не ебнуть. Так. Я приключений на жопу все очень много ищу. Так. Сейчас извиняюсь. Давайте... Блин. Не хочу тогда скидывать все камни. Потому что боюсь, если упаду. Блядь. О, вот здесь есть проем, где можно наступить. Вот это вот. Но не проем, а... Ой, нет, блядь, блядь, блядь. Вот черт. Вот я и спустился, ребята. Вот я и в яме. Повторяюсь, ребята. Я и в яме. Вот. Внутри нее... Выбраться отсюда, конечно, не особо легко. Но если я буду без камеры, то... Вполне смогу выбраться. Так. В общем-то, что сама при себе представляет эта яма? Я, если честно, даже сам не понимаю. Но здесь... Говорилось... Ярик говорил, что... Там Ярик говорил, типа, то, что здесь будет какое-то озеро. Вообще хер его знает. Но... Но... Отсюда выбраться будет не особо легко, если... Я даже не знаю, как это сказать. Здесь всякие дырки, как вы видите. В общем-то, не особо приятное место здесь оставаться. Это как... Оставаться в школе на ночь. Ничего приятного нет. Только если в школе можно где-нибудь уложиться, то здесь... Вот здесь такая вот... Яма. И гулять. Не знаю, может мне кто-то сейчас спали за то, что я здесь, типа... Бегаю, прыгаю. И здесь... Что-то типа... Муравейника. Но здесь мало того, что муравейник, тут еще... Фу, блин. Здесь очень много мух летает. Мало того, что здесь мухи летают. Здесь еще какие-то... Небольшие зыбучие пески, как вы видите, ребят. Маленькие такие, не особо большие. Но... Неприятно все-таки. Мухи. Так. Вот камень. Наверное, нужно вылезать оттуда, ребят. Потому что... Не особо хочу спалиться. А тут еще... Такая яма. Ну, в общем-то, да. Здесь особо легко выбраться. Вообще нет, не особо легко. Блядь. Ну, потому что я уже выбираюсь, ребят, как вы видите. Хобана. Тихо, строго. Все. Фу, блин. Это звездец. В общем-то, ребята. Вот такая вот была огромная яма. Ого. Ого. Заросли. Пипец. Так, давайте обратно пойдем. Ох, ебать. Этим, побыстрее отсюда выберемся. В общем-то, Ярик говорил, что где-то здесь, где-то вон там, есть еще одна, еще одна такая же огромная яма, только вроде поменьше. Ну, я не знаю, будем ли мы туда идти, но туда можно сходить. Почему-то, Ярик мне утверждал, что его отец ему говорил, что там в этих ямах будет озеро. Ох, пипец, ребят, камеру в особенности трудно держать. Когда я первый раз увидела размеры этой ямы, я был в банальном шоке. Я был тупо в шоке. Серьезно, там размеры этой ямы, ну, метра 3-4, может быть, даже 5. Я точно, я не смог определить, ребята, у меня не было с собой ничего, ни рулетки, ничего такого. И я особо, я не особо умею определять метр. Но, между прочим, яма была реально очень большая. По ширине она, ну, может быть, как двухэтажное здание, может, как трехэтажное здание. Вот если по ширине, то там уже метра 6-7, может, скорее всего. Но, реально, я такого не ожидал. Я не думал, что там реально будет яма. Я думал, что там будет маленькая такая лужица, где ничего не будет. Ещё Ярик говорил про то, что на территории, где они построили конюшню, велась война. Небольшая война с танками и с людьми. Ярик, повторяюсь, Ярик говорил, что на этой территории, где они построили сейчас конюшню, велась война. Да. Так ли это на самом деле? Я не знаю, ребята. Да, возможно, здесь реально проходила какая-то война. Возможно, здесь похоронены танки. И, возможно, здесь даже есть останки людей. Мы сейчас, может быть, они под нами. Но, опять же, я повторяюсь, Ярик говорил про то, что здесь велась война. Я, конечно, в такое не верю, потому что он ребёнок ещё. И ему может всё рледить про то, что здесь реально велась какая-то война. Я, честно говоря, в такое не верю. Потому что, ну, не думаю я, что это реально. Вот. Но для чего тогда вырыли эту огромную яму? Возможно, что там они что-то ищут. Но, возможно, что папа Ярика реально хочет сделать из этой ямы небольшое сердцо. Ну, там, с рыбками, я так понимаю, со всяким таким. Вот. Но, может быть, отец Ярика что-то скрывает от нас. Ну, или что скрывает от Ярика. Просто говоря тем... Ну, просто отговаривая с тем, что, ну, хочет он построить там озерцо. Ну, серьёзно, зачем там строят такую... Ну, просто... Зачем там уроют такую огромную яму, чтобы сделать озеро? Зачем для озера такую глубокую, как бы, яму сделать? Я не думаю, что там будут сделать озеро, но через время посмотрим. А пока что мы сейчас направимся ко второму... Ко второй яме. Ну, у меня были такие ощущения, что я увидела эту яму. Пипец! Да, можно в нормальную хижину даже построить. Понимаете, ребята, даже Ярик не может описать своих ощущений при том, когда он увидел эту огромную яму. Даже у него нету настолько ярких ощущений, чтобы... Как бы описать всю эту картину. Представьте себе, вы идёте спокойно и вдруг натыкаетесь на огромную размерами яму. Это ж пиздец, так съебись отсюда, пожалуйста. И представьте себе, вы идёте и видите здоровенных размеров яму. Какие ваши действия? Залезть в неё, посмотреть, что там. То есть, даже непонятно для каких действий она была построена, то есть вырона. И как я уже повторяюсь, мы идём к такой второй яме. Пока мы шли, мы даже нашли Костю. Итак, ребята, вот как говорит Ярик. Ёперный театр. Но, как говорил Ярик, эта яма поменьше. Лофатка. Так, да, Ярик говорил... Но подлиннее. Ну да, она вроде бы подлиннее, если я не ошибаюсь. А что, далеко выбраться? Ярик ещё говорил, что здесь где-то находится труба. Вот я здесь вижу трубы. И там можно типа поймать самок. Это такие пауки. Ну не там, а вот на стенках они. Да, пауки, ну, блядь, я жутко, сука, боюсь пауков. Так что, Ярик, предупреждай, если будешь видеть каких-то ублюдков, потому что я жутко, сука, боюсь пауков. Ну, санки тут сняли. Так что я с другом их находила, под камнями. Под камнями, думаешь? Блядь, сука. Когда Ярик сказал мне о том, что здесь пауки, я сразу же начал стрематься. Я вот, я сейчас стою, я весь трясусь, блядь, в это не... Понимаете, ребята, если бы вы меня видели, в каком я сейчас состоянии, я нахожусь, блядь, фактически в логове пауков. То есть... Понимаете, ребята? Вот самка я лезу. Хорошо. Просто понимаете, ребята, как страшно, когда... Я себе всё время представляю то, что вот это всё, вот это всё, это просто огромное логово пауков. То, что здесь везде ладят маленькие такие пауки, даже большие. Просто вот везде, повсюду. Просто. Мы видели с Яриком, он куда-то очень глубоко зарылся, но не очень глубоко, а по кодам. Блядь, ну такого я не видел, ты что-то пиздишь. Я не пиздю. Я реально не пиздю. Сука, блядь. У меня, короче, ещё снизу... Что тут можно наделать? Ёбаный в рот! Ё-о-о-о! Аллилуйя! Охренеть! Покажи это ещё раз, что-нибудь скажи. Блядь! И что-то такое... Оттуда стая пауков такая вылезает. Блядь. Я могу чуть-чуть делать... Блядь! Сука, я сейчас просто любых касаний обошёл-то, я просто срусь. Знаешь, что я хочу сделать? Вот ты говорил вот так вот. Ёбаный в рот, блядь! И вот мне кажется, что у меня такой же голос, как у тебя делается. Ёбаный в рот, блядь! Так, блядь, где ты видел эту сраную гакашку? Блядь, сара... Она, короче, смотри, куда заебалась. Вот сюда? Да. Сука, вылезай, блядь. Охотник на пауков, здравствуйте! Здравствуйте, есть компания. За кварплату, блядь! Ёбаный в рот! Сука! Какая-то хуйня огромная! Где она, блядь? Вот она, блядь! Да вот я и, сука, снимаю. Ёбаный в рот! Она на меня сломает! Да ну нахуй, блядь! Всё, ребята, блядь, вы, наверное, сейчас надо мной смеётесь и думаете то, что... Блядь, ну что ты такой маленький паук? Ну и что, блядь, такого-то... Понимаете, ребята, когда она на меня обернулась, я, блядь, думал, что она сейчас на меня нахуй прыгнет. Я обосрался, реально. Ребят, я жутко боюсь пауков. Не, не стоит меня за это винить. Она там, сука, сидит осторожно, вот она, реально, вот там сидит. Жопа жирная, блядь. Ну я боюсь только вот таких, которые водятся в Бразилии. Так это тарантулы. Это тарантулы. Но тарантулов в России нету, я не думаю. Нет, в Бразилии. А, Бразилии. Вот такие там водятся. Ну там здоровенные. Нет, вот видишь... Нет, это уже что-то про фильмы ужасов вспоминаешь. Да нет, это я реально, блядь. Ух, сука. Оранжево-черный тарантул. Во. Да, так это этот. Он прям на меня вскочил, я, блин, обосрался и в джип запрыгнул. Ну, во-первых, это тарантула. Во-вторых, я не думаю, что это реально был в Бразилии точно такое местечко. Так. Ярик. Бля, тут еще одна херня. Я увидел ее. Блядь, вон еще. Да сколько их тут? Их тут до хера. Там одна, здесь одна, там одна. Мне страшно представить, что там творится во всех этих норках. Короче, Ярик, ты будешь моей опорой. Дай я на тебя залезу. Да ну нахуй, чтобы меня точно там сожрали. Там никого нет. Ты как будто сказал пук. Дебил, блядь. Блядь, вот как мне отсюда... Вот, знаешь, как мне отсюда теперь выбираться? Я боюсь притронуться к земле, блядь. А ногами ты можешь? Слушай, а ты можешь? Ногами я понимаю. Блядь, блядь. Тихо. Оно тебя зажрет сейчас. Ебду. Короче, смотри, как можно залезть. Очень физик. А, это хуета. Я понял про что-то. Сука, вылезайте. Что ты нупы нас делаешь? Блядь, я вижу пауко. Пауко, блядь. Ух, сука. Не буду её убивать, но ёбаный в рот. Какая она здоровая. А, блядь. Я даже их за лапы схватил, и мы с другом их просто здесь собирали. Вы ещё ебанли? Пакетик. Знаешь, сколько мы собрали? Ну. Где-то... Лучше бы вы их пинцетом ебали. Тридцать четыре мы их собрали. Лучше бы вы их пинцетом ебали. Ёб твою мать, блядь. Ребята, извините за мои эмоции, извините за мат, потому что, ну, блядь, я такое ощущение, что я нахожусь в логове пауков. Ебать там нора. Вы это тоже видите, ребят? Сука, если там живёт королева, блядь, их там, то это пизда. Сука, вылезай на логовое. Ебать, тут какие норы. Конечно, это всё пауков. Они мало того, что дохуя круглые. Чё же? Вот здесь большой пробежал. Вот такой. Ты чё, ебанулся? Да. Так что я... Пипец он мне... Мне показалось, что вот эта херня прям по мне ползёт. Блядь, вот реально страхово. И первое. Ох, сейчас будет жёстко, если упаду. Меня сожжут. Слушай, а чё под этой вот хуйнёй? Прикинь, там такая, блядь, рота пауков такая просто там. Иди, открой. Давай. Я отсюда поснимаю. Блядь, я не хочу. Если ты... Если там немного пауков будет, там, крёвым пауков будет. Пипец, там один плавает. Аллах Акбар! Здравствуйте, есть компания Рифон. Ёб твою мать. А, блядь, блядь, чё за хуйня? Блядь, сука. А я вижу. Как? Пиздец. Ёпта. Блядь. Это лягушка, всё в порядке. Блядь. Я обосрался, я думал, это здоровый паук. Кто это? Лягушка эта. Ёб твою мать. Вот она. Вон меня на камере, смотри, снимает. Сука, как я обосрался. Я... Вот я пиздец буду. Я жёстко. Ты серьёзно боишься лягушек? Ладно, не буду. Лидерат. Слушай. А где? Вон она там где-то упрыгала. Сука, как я обосрался. Я думал, ты реально здоровый паук. Блядь. Я боюсь. Блядь. Блядь. Да чё я... Я всего стремаюсь. Я даже камни уже начал бояться. Вот мне пипец сон приснилось. Блядь. Я, короче, смотрел слайдер нос. Потом у меня реально... Опа. Ебать. Что это было? Вон там, ребята, только что кустик задел кто-то. Просто тупо задел. Хоть с угарным моментом. Подними сюда. Я подумал, что там реально гигантская башка чебурашки. Блядь. Я обосрался. Вот видишь? Вот я сразу обернулся. Вот видишь? Вот это вот стульчик красный. Угу. Я вот так вот обернулся. Потом, блядь, это чебурашка. Блядь. Чебурашка нахуй. Что может быть страшнее чебурашки? Ну, что я могу сказать, ребята? Вот так вот получилось, ребята. И теперь это место мы будем называть логово пауков. Вы уже почему... Логово самок. Слушай, давай поштарм... Ой, ёптвою мать. А, это не паук. Я думаю, я паука случайно скинул. Знаете? Давайте поштармашим их. Я знаю, ребята, я делаю какую-то херню. Вылезайте, у нас тут... Вон он ползет! Где, где? А, вижу. Пополз. Короче, ребята, это реально логово самок. А где же их мужья? В баре. В баре. Орёл. Блядь. Чё ты вспомнил? Чебуреков-то? Так, девушки, вылезайте. Во. Сейчас бы, если это пауки посыпать... Я вижу! Ох, какой жирный! А сейчас... Мне ощущение, как будто он на нас положил. Пошёл вон отсюда. Кыш! Уехал. До свидания. А, блядь! Тихо. Вот там один вверх поднимает. Ты три там скинул! Ты не заметил, ты три паука скинул? Нет. Вон там валяются. Валяются. Сколько их там? Ух, ты жёсткий! Вот, давай посмотрим. Если отсюда ещё где-то трое вылезут, то там однозначно какая-то семья... Ты чё, блядь, тихо, чё думал ты... Я думал, ты плюёшься. Ну, не плюёшься, а... Ебёшься. Да, этот ребёнок уже знает, что такое кикис. Чё? Сам ты кикис? Ну, ладно, я имею в виду другое. Так, девушки, вылезайте. А, я понял! Это нужно называть не логово пауку... Не логово самок, а логово я же матерей. Логово я же матерей! Всё. Теперь это однозначно логово я же матерей. Они злые, жирные... И ужасные. Ты каким-то образом, короче, одуванчик скатил. Ой. Слушай, ты... Там боль... Там вот такой вот... Сейчас, короче, коричневый пополз. Пипец. Не знаю. Да. Не думаю, что такие у нас водятся. Хотя такие были. Вон я её положил. Не вижу. Он в травку заполз. Вот, вроде бы... А, нет, не вижу всё равно. Ну, я вижу. Пипец у меня зрение. Почему меня называют тогда таким... Каким? Ну, знаешь, таким... Типа, Глазастиком, вот. Почему? У меня бабушка называет Глазастиком. Да, ребят. Я знаю, меня называют Глазастиком. Хотя я нихера не вижу. Не знаю. Сам. Так, я же мать его. О, как ты много. Знаешь, такое ощущение, что мы сейчас... Мы сейчас типа какая-то налога... Глазастик. Ты сейчас два скину. Вот, вижу. Там вот один где-то вот туда побежал. Короче, снимай ты. Потом, что я заколебался. Ну, я... Я и так уже... Сохотел. Ребят, понимаете, мне уже даже мерещится. Мне поднимается, как камеру только держи нормально. Сопа, где именно ты видел? Мне почему-то уже померещено, что здесь еще одна здоровая херобора побежала. Ну, я тоже видел. Значит, что-то не показалось. Вон, блин, там один упал. Пипец. Камера сильно не крути, чтобы не было. Я думаю, знаете, ребят, знаете... Знаете, ребят, я это видео, наверное, отправлю в группу павуки. Есть такая группа быка. И еще в ютуб отправь. Ну, блин, 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 блин. Конечно. Конечно. Знаешь, мы будто какая-то... Знаешь, мы будто как-то... Понимаешь, мы так удивляемся паукам, будто мы видим необычных маленьких пауков, а здоровых херобор, которых там чужели не двухэтажное здание. Хотя, если бы они были двухэтажные здания, мы бы уже давно видео закончили. Я видел вот экстрим палец. Вот сюда вот она забежала. Ровно сюда. На тебя залезаю. И, короче, посмотрю, как ты снизу спущусь, короче, и посмотрю, как ты это пуляешь. Хочу я внизу, короче, ребятам показать, как оттуда падают пауки. Это жесть. Давай. Снимай аккуратно, пальцы не ссуай в камеру, чтобы было все видно. Снимай всех тех, кого видишь. Вот тут много... Блин, пипец. Еще никого не вижу, блин. Пипец, блин! Он ко мне подошел! Вижу! Там двое пробежали здорово. Да. Пипец. Куда ты пошел-то? Бля! Они сейчас сюда подручутся. Вот, ребята, вы разглядите? Бля! Ну, самые такие мощные чуваки, самые мощные, разглядят. Ну, я-то еще ничего не вижу. Смотри вниз, смотри, ты посмотри по сторонам. Да вряд ли, я... Сука. Куда эти, блин, жердяи улетели? Снимай все то, что видишь. Ой, боже мой! Пипец! Он сейчас вот сюда вот мне упал. Ты разнял этот момент, как ты его вообще заметил на моменте? Ну, на моменте нет. А какие-то размеры были, только не преувеличивай. Вот, вот кружочек вот такой где-то. Нет, понятно. Нет, это большой. Вот такой вот, ребята, он был. Хотя, ребята, так как я слепой... Вот такой вот. Я мало... Где пауки? Они закончили, что ли? Вот надо в норке, короче, заглядеть. Там у меня есть даже освещение. Я забыл, как она включается. Короче, берешь нахуй. Вот, включил. Теперь просто свети в темное освещение. Аня, они тебя сожрут! Ой, ребята, это было пипец. Чё, пихо, ничего. Тихо, 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 тихо. Плехо. Паха. Чё с моими кедами? Пипец. Давай снимай норки. Я включил уже освещение. Ага. Пока никого не видно. Пшенька. Вот реально никого там нету. Пустая норка. Включай туда включение. Отключать. Не-не-не, дай мне, дай мне, дай мне. Так. Ярик обосрался, всё. Блядь, как выключить его? Я сам уже запутался. Чё, куда ещё пойдём? А, вот. Всё. Всё, выходим. Добежали мы, в общем-то, ребят, обратно. Там просто какой-то человек нас увидел. В общем-то, ребят, сразу говорю. Ничего из этого хорошего не вышло. Во-первых, мы были в логове пауков. Я жутко обосрался. Я не жутко обосрался. Я, я, если, если вкратце, я реально обосрался. Я был в логове тех тварей, которых так ненавижу, я ненавижу пауков, тупо ненавижу пауков. Для меня пауки это как криптонит. Я их жутко боюсь. Я, когда стоял там, я охеревал, особенно от размеров пауков. То есть я очень редко вижу пауков, особенно вот таких вот где-то, может, вот таких даже. И поэтому ничего хорошего из этого не вышло. Нас чуть не поймали. Пауков. До хера, как вы понимаете, ребят. Мы, наверное, оттуда этих яжематерей просто тоннами выпустили. Если уж не тысячами. Что же я могу сказать, ребят? Ну, там, наверное, очень... Ну, в общем-то, Ярик хочет что-то сказать там. Давай, короче, пиздец. Вот. И то, что ко мне подобрался очень близко, этот нахер долбанный, блядь. Как известно, страшно. И это пипец то, что он вот сюда вот мне еще немножко залез. Он, короче, залез ему куда-то... На тапок. На подошву. На подошву он тебе залез. Вот. Я когда это услышал, я подумал, что Ярик сейчас конкретно, блядь, откинет копыта. Тупо, просто, блядь, упадет. Насчет карабкаться я подумал, что, блядь, эти пауки начнут в него сейчас лезть. Потому что я всегда себе представляю эту ситуацию. Ты падаешь, на тебя лезут всякие твари, блядь. Эти твари это жутко, реально очень жутко. И вот то, что я упал, я только, я недавно, я забыл вам сказать, то, что я бил двух пауков. Я реально пёрнула от страха. Блядь, что тут так все съебать отсюда. Ты уже начинаешь сходить с ума. Пошел на хвост сюда, блядь. Ебанушка, блядь. Ну, в общем-то, ребят, как-то так получилось. Ну, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята. Ждите новых, так сказать, видео. Мы еще будем лазить, я еще буду лазить по заброшкам. Всякое такое. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.